Таиланд большая экзотическая и разнообразная страна. Мы хотели посмотреть все, поэтому сами составили маршрут на 12 дней. Прилетаем в Бангкок, летим на остров Косамуи, наслаждаемся морем, пляжной экзотикой и соседними островами. На пароме, а затем на автобусе переезжаем на Пхукет. Исследуем полуостров, местную кухню, остров Рача. Дальше самолетом возвращаемся в Бангкок, а оттуда у нас отдельное двухдневное путешествие на реку Квай. Полетели. Косамуи – это небольшой остров на западе Таиланда. Здесь очень приятный и мягкий климат. Остров можно проехать по периметру на скутере за два часа. Большое количество фруктов и морепродуктов. Весь остров удопает в пальмовых зарослях. Есть цивилизованные и довольно дикие пляжи. На Косамуи мы по очереди остановились в двух абсолютно разных местах. Первое – около пляжа Ла-Май. Умиротворяющий отель-сад на берегу спокойного, немноголюдного пляжа. Аутентичные номера и отличный вид на море. Просто чтобы адаптироваться и понять, куда мы попали. Солнце заходит в Таиланде очень рано. В 7 часов уже полностью темно. Первый вечер прошлись по округе. Взяли креветок на гриле в номер. Кайфанули от осознания, что мы в одном из отличных мест на земле. Прокат байка от 10 долларов в сутки. Мы брали его каждый день. Управлять им очень легко. И только на байке можно попасть во все самые интересные места острова. Первая локация – скалы дедушка и бабушка. Они напоминают именно то, о чем вы подумали. Неудивительно, но дедушку оказалось найти гораздо проще. Кажется, природа просто развлекалась, создавая их. Мы почти бесцельно заезжали посмотреть на каждое место на берегу, к которому вела дорога на карте. Пляжи очень разные. Удивило, что многие из них довольно уединенные. Вдали от инфраструктуры даже на таком популярном острове чувствуешь полный релакс и свободу. Кто-то сильно-сильно хотел быстрее приехать на море. Его не только нельзя хранить в отеле, но и брать в самолет. Я в предвкушении. Его называют королем фруктов. Нужно было попробовать и составить свое представление о дуриане. И нет, не зашел. Очень специфический, очень странный. Попробовать стоит, полюбить вряд ли. Сезон дождей на Косом Лы длится с середины октября по середину декабря. Мы же были в августе, и дождь был всего два раза. Глаза разбегаются, хочется купить и попробовать все. Все купили? Честно, я не знаю. Она просто была, а это рыбка, смотри, это рыбку можно было поймать. Грибы. На деле это просто маскарад. Креветки ненастоящие, грибы резиновые, все во фритюре и почти одинаковое на вкус. Сори, но развод для туристов. Контрольная проверка местной кухни. Чтобы не прогадать, на ужин мы заказали два варианта краба. Печеный и вареный. Который из байлы? Да, байлы с теймом. Который из байлы? Да, с теймом. Это байлы. Это байлы. Байлы. Было вкусно. Байлы. 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 Наломает длинная и широкая береговая линия, белоснежный песок и чистая вода. Все пазлы сошлись. Вишенка на торте, очень мало людей. Поездка на скутере по острову дает какое-то крутое чувство свободы и беззаботности. В момент ты из скучного городского жителя вдруг становишься веселым исследователем. Тебе интересно все увидеть, добраться до водопадов, секретных пляжей, диких местечек и непроторенных троп. Здесь, Бея. Мне повезти из меня. Правда, не все водопады такие уже интересные, но сам процесс их поиска может оказаться лучше результата. Заправка бензином выглядит как посещение бара. Легко перепутать с виски. Покупаешь бутылку, заливаешь в бак. Одно это уже поднимает настроение. Во второй день мы отправились вглубь острова. Чем дальше в его центр, тем выше горы и дичее джунгли. Парадайз Парк Фарм. Это парк, похожий и на зоопарк, и на ферму. Локация с животными, птицами, дорожками по горам и приветливыми тайцами. Вроде бы ничего особенного, но место приятное. Затерянное в тропических лесах, уединенное и романтичное. В жару и при такой удаленности от моря, этот бассейн здесь просто находка. И фоточки, ничего так в нем получаются. Центральное место на северо-востоке острова занимает храмовый комплекс Большого Будды. Золотая 12-метровая статуя видна издалека. Чтобы подняться на площадку, все снимают обувь. Как и в большинстве таких мест, здесь покой и умиротворение. Вечером переезжаем на новое место. Fisherman Village на севере острова. Сейчас вы увидите самый шикарный вид, который может быть. Та-дам! Там где-то покажу, где хорошие виды. Четвертый этаж. Видно море. Под нами ресторан французской кухни. Столики прямо в океане. Ешь ужин, и твои ноги умываются свежей океанской водой соленой. И это просто божественно. С добрым утром! Ангтонг, архипелаг из 42 островов. В часе на север по морю от Ко Самуи. На картинках это прям сказочные, дикие, зеленые, гористые острова. Субтитры создавал DimaTorzok Снорклинг отличное занятие, но на один раз. Вода прозрачная, много рыб и морских обитателей. Есть что порассматривать, а сам процесс забавный. Со стороны все выглядит, как будто Титаник только что пошел ко дну. А людишки безалаборно барахтаются на воде в однотипных жилетах. На первом острове предложили прокатиться на каное. Это безопасно и прикольно. Здесь же стандартное для таких однодневных круизов питание. Это почти всегда рис, курица и овощи. Есть время подняться на смотровую площадку и окинуть глазом пляжи и соседние острова. В центре острова Линай спрятано озеро. Представьте себе что-то типа кратера вулкана, внутри которого вода. Вам нужно подняться на стенку вулкана, а потом спуститься к озеру внутрь кратера. По дороге будет много площадок, чтобы пофоткаться. И, конечно, много туристов. Субтитры сделал DimaTorzok Район пляжа Чавэнг – одно из самых активных мест на Ко-Самуи. На шумных улицах много заведений, магазинов и салонов массажа. Ночная жизнь даже более насыщена, чем днем. Часто можно встретить переодетых трансов. Немного поблуждав, между китайских лавочек и поужинав, в одном из уличных кафе мы отправились на сам пляж Чавэнг. Где, наоборот, ночью спокойнее, чем днем. Можно пройтись босиком по краю моря и словить волну романтического настроения. Чтобы увидеть самое интересное в Таиланде, отправляемся в другую его часть – не менее популярный остров Пхукет. В отличие от Ко-Самуи, Пхукет – это не маленький экзотический остров, а самый центр туристического движения, просторных пляжей, тусовочных городов и больших сетевых отелей. Для этого сначала час на пароме, а затем за пять часов на автобусе пересекаем всю страну с востока на запад. Хотелось увидеть, каким еще может быть Таиланд – другую природу, большие роскошные пляжи Индийского океана, экзотическую ночную жизнь Патонга. Этот смешной дедуля был нашим таксистом по пути от автобокзала до отеля на Пхукете. Мы выбрали экзотическое место – уединенный отель Найхарн, расположен рядом с просторным пляжем. А нашими постоянными гостями были безобидные гекконы. Доброго утра! Найхарн бич – большой, красивый и малолюдный пляж. Во время нашего путешествия, август, здесь чаще были волны, но они не помешали получить максимум впечатлений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok But tell me again Nothing you say wouldn't interest me All of your words are like poems to me I would be honored if you would take me as I am I want you To look right in my eyes To tell me you love me Took me by my side Who are you? I want you 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 Time for aye отличная бухта среди скал с бирюзовой водой. Признаки райской обстановки есть. Отелей и бунгало здесь тоже предостаточно. Понравился Ларан? Ну да, прикольно. Если бы он бежал на меня, то бы мне было страшно. Вторая локация – Сиамбэй. Более затерянная в лесах, более уединенная и умиротворяющая. Располагает остаться с ночевкой в одном из домиков вблизи пляжа. На берегу хочется медитировать, а в воде – релакснуть. Наша экскурсия предполагала обед. Покушать возят в отдельное место – Принцесс Рестурант, затесавшийся в скалах в еще более дикой части острова. Меню стандартное – рис, курица, напитки. Остров Рача сложно назвать самым экзотическим. Но в целом обе бухты произвели на нас впечатление очень приятных мест, где можно отлично отдохнуть, пофоткаться, наплаваться в теплом море и все в таком роде. Чтобы уровень разнообразия не уменьшался, по дороге домой вас могут завести еще на какие-то острова. Может быть, для сравнения. Пляж, на котором нас высадили, казалось, захватили китайцы. Не все острова такие же интересные, как Рача. Здесь, например, смотреть толком нечего. Мы едем на мыс. После островного дня отправляемся на самый юг Хукета. Мыс Пром Тхеп – популярное место, чтобы посмотреть на красивый закат. Все лучшие места занимаются сотнями людей заранее. На самом мысе, кроме смотровой площадки, также найдете алтарь бога Брахмы со слонами. Мы приехали в Патонг и просто аппигели. Тут вообще свой Лас-Вегас, короче, куча улиц, куча движухи. Короче, мы живем на хуторочке, на краю. Тут вообще мега-мега жизнь. Патонг – центр развлечений и веселья на Хукете. Это самый известный пляж и район с активной ночной жизнью. Место, о котором мы хотели составить свое впечатление. В центре Волкинг-стрит есть рынок морепродуктов и уличной еды. Будем пробовать лобстера, креветки, скорпиона и даже типа крокодила. По итогу, лобстер, как обычный вареный рак. Скорпион, интересный по вкусу, похож на хрустящие жареные семечки. А мясо крокодила… Ну, в общем, вряд ли это был крокодил. Уже на выезде из Патонга нам нужно было заправиться бензином. Здесь же на заправке добрые тайцы активно предлагали траву. Самое интересное, что в нескольких километрах далее по дороге патруль полицейских добросовестно устраивает каждому личный досмотр. В общем, бизнес по-тайски. Но все-таки, когда отправляешься далеко в Азию, рассчитываешь на реальные приключения. Я с самого начала хотел попасть именно в места, где нога человека, если не не ступала вообще, то хотя бы ступала редко. Этот маленький уютный пляж на юге острова мы просто нашли на карте. Никакого его описания нет, да и дороги толком тоже. Так что оставив байк в паре километров от берега, шли по узкой тропинке, отбиваясь от гекконов и собак. Но результат того стоил. За два часа, что мы провели на пляже, видели только одного человека, хозяина соседнего дома и убедились, что все пляжи Таиланда, даже такие как этот, достояние народа и вход на них разрешен, хоть и не очевиден. Летим дальше. В нашей программе еще осталась северная часть Таиланда. Там нет такой морской экзотики, но есть аутентичный быт и другие интересности. Сейчас ночной перелет в Бангкок, а дальше двухдневная поездка на реку Квай. Выезд 5 утра, чтобы успеть присоединиться к небольшой группе. Цель этого мини-тура у нас были такие. Исследовать историческую местность провинции Канчанабури, провести ночь в домиках на воде, посетить плавучий рынок, парк водопадов, храмы и узнать от гида больше о самом Таиланде. Плавучий рынок – это магазинчики, плавающие на воде. Здесь продают тысячи местных товаров, национальную одежду, сувениры и уникальные блюда. Забавно само устройство такого рынка – он расположен на десятках каналов. Честно говоря, не так интересны товары, как сама прогулка на лодках. В путеводителях говорится, что храм пещеры Тигра – ну прям один из самых интересных провинций Канчанабури. Это площадка наверху холма с несколькими колоритными зданиями и 18-метровой статуей Будды. Ах да, ну еще и кажется, где-то был вход в саму пещеру Тигра. Если заезжать по дороге, то да, интересно. Но специально я бы не стал два часа ехать сюда из Бангкока. Одно дерево по размеру, как целый парк. Иногда одно дерево впечатлит больше, чем целый храмовый комплекс. Национальный парк Эреван – большая территория с цивилизованными тропинками в джунглях. Фишка – система водопадов Эреван, состоящая из восьми уровней. От уровня до уровня идти 15-20 минут и все время в гору. Почти под каждым из семи водопадов можно искупаться, если не боитесь рыбок, которые готовы поживиться вами. Шутка. Рыбки безопасны, но все время норовят пощипать купальщиков. Остановиться на ночь в домике на бурной реке – правда крутое впечатление. Домики закреплены, есть сетки от москитов, гамак и все для быта тоже есть. Но вот ночью шум реки очень помогает воображению нарисовать проплывающих в нескольких метрах от тебя крокодила. Речка реально насыщенная, реально. В пасмурный дождливый день приятно остановиться в теплых, а местами даже горячих ваннах. Они образовались от термальных источников на реке. Можно выбрать бассейн с разной температурой. А тайцы обязательно вас сфоткают, чтобы на выходе продать вам вашу фотку на тарелочке. Один и тот же опыт будет разным в зависимости от того, как и с кем его получаешь. У нас уже была возможность сравнить слоновью ферму на Пхукете и здесь в Кончанабури. Принципиально разные впечатления от персонала и от того, как относятся к животным и от посещения в целом. Кроме обычных поездок на слонах по джунглям, яркий опыт купания со слоном. Если что, это как раз та ситуация, где не туристы, а именно слон реально развлекается. Говорят, что на разных фермах животным живется по-разному. Туристу это сложно проверить, но хочется думать, что здесь, несмотря на насыщенную программу, о слонах заботятся. Столица Таиланда Бангкок. Шумный и суетливый, но в то же время величественный. Увидев его впервые с тридцатого этажа отеля, я не мог объять полную картину. Впечатлило и сочетание больших красивых современных зданий с самыми бедными трущобами. Просто километры трущоб в центре города. Это какая-то жесть. При этом здесь везде культ короля. Его портреты на каждом углу. Есть районы с исторической застройкой, где интересно погулять. Так как у нас был всего один вечер, чтобы познакомиться с городом, мы отправились на главную туристическую улицу Каосан Роат, где представлено все. Развлечения, сувениры, рестораны. Всего за один вечер не попробуешь, но вот покатушки на тук-туке устроить можно. Так этот вечер запомнился еще и звуками улицы, подсвеченными тук-туками, красивыми зданиями с восточной архитектурой и хорошим настроением. Итак, выводы из нашего большого путешествия. 1. Нам понравился климат. Например, на Пхукете был разгар сезона дождей. Но сами дожди мы даже не заметили. Все время было тепло и комфортно. 2. Посетив разные места в Таиланде, мы поняли, что они не похожи между собой. И что, скорее всего, в этой стране еще больше интересных регионов, островов и всего, что удивит, если приехать сюда снова. 3. Скутер – лучшее средство, чтобы исследовать, перемещаться и просто окунуться в приключения в Таиланде. 4. Про самих тайцев нужно сказать, что это очень добрый, открытый и дружелюбный народ. Для европейского менталитета они даже немного наивные, но реально милые, классные и, похоже, что счастливые. 5. Общая атмосфера страны, располагающая везде, где мы были. Нет криминальных районов или чего-то подобного. Кажется, каждый расслаблен и на позитиве. Идеальное место, чтобы приехать, отключиться от всего и просто отдохнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова